Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Markets с торговыми идеями, в котором каждый день мы размещаем аналитический контент с акцентом на технические идеи на основе технического анализа, а также фундаментальные посты, в том числе по фондовому рынку. Стараемся охватить весь спектр финансовых инструментов, поэтому практически уверен, друзья, что вы найдете информацию по тем активам, которые вам интересны. А если нет, ждем обратной связи, пишите, что добавите, с большим удовольствием это сделаем. Дождались мы наконец-таки текущую торговую сессию. Настрой сразу же изначально увидеть еще один, получить точнее даже фундаментальный триггер для доллара. И сегодня с этой задачей попробуют справиться отчет по инфляции, который будет опубликован в 13.30 по GMT. Соответственно, данные по основному индексу потребительских цен и данные по базовой инфляции выйдут в одно и то же время. Но ранее я отмечал, что нам принципиально с вами переварить данные по базовой инфляции, потому что, на мой взгляд, это самый лучший индикатор. Это прям лакмусовая бумажка будущих действий американского регулятора по ключевой процентной ставке, на чем завязан вообще весь наш трейдинг, так же, как, наверное, скажем, фундаментальный трейдинг. Индекс доллара снова выше 110 пунктов, 110.09. Ну, несущественно выше мы ушли данного уровня поддержки, но факт остается фактом. Тест был ранее, в последней торговой сессии, но все-таки он оказался нерезультативным. Покупатели держат оборону. И сегодня, конечно же, покупатели доллара, быки возлагают очень большие надежды на базовый индекс потребительских цен. Я тоже один из них и считаю, что мы можем увидеть сегодня цифры, которые подтвердят рост в прошлом месяце базовый индекс потребительских цен, ну, как минимум, на 0,1%. То есть, прошлый показатель 6,6%. Я ожидаю, что он двинет выше к отметке 6,7%. И вот, если это произойдет, друзья, то тогда, конечно же, тут же сразу же изменится вероятность ожидания повышения ставки на 50-75 базисных пунктов по итогам декабрьского заседания. Кстати говоря, сейчас уместно отметить, какие на данный момент ожидания перед выходом отчета по инфляции. Участники рынка, по данным инструмента FedWatch от Чикагской биржи, оценивают 50% вероятность того, что ставку повысит на 50 базисных пунктов. И практически столько же, 48% ожидают, что ставку повысит на 75 базисных пунктов. 50 на 50 практически. Если сегодня мы увидим более высокие данные по инфляции, то, соответственно, вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов существенно возрастет. И это будет очень хорошим залогом для того, чтобы индекс доллара продолжил развитие восходящей динамики. Потому что повышение инфляции снова вернет на рынок разговоры о необходимости действия Федрезерва в рамках своего мандата, который предполагает борьбу с высокой инфляцией, поддержание ценовой стабильности. Столько раз мы уже комментировали представителей американского регулятора Джерома Пауэлла, которые нас уверяли в том, что жесткая монетарная политика – это всерьез и надолго. И пока что нет причин сомневаться в этом. Накануне два выступления представителей американского регулятора глав региональных отделений ФРС ФРБ. Это главы ФРБ Ричмонда Баркина и главы ФРБ Миннеаполиса. Кашкаре, которые подтвердили, что ставка будет расти ускоренными темпами, потому что по-прежнему нет очевидных результатов в борьбе с высокой инфляцией. И опять же мы снова возвращаемся к отчету по индексу потребительских цен, который будет важнейшим индикатором в определении того, что будет делать дальше американский регулятор. Напомню еще, друзья, что рост базовой инфляции, почему я делаю такой большой акцент на этот показатель, потому что он не учитывает цены на продовольственные товары, цены на энергоносители. Это самый здоровый, наверное, показатель того, как меняется ценовая конъюнтура и растут цены. То есть если повышается базовая инфляция, значит растут в цене все категории товаров. Инфляция становится практически самоподдерживающейся и экономика оказывается в инфляционной спирали. Многие считают, и я считаю тоже, что одной из причин роста базовой инфляции является постоянное повышение зарплатных плат. И это так действительно в американской экономике, потому что конкуренция за свободные трудовые ресурсы заставляет работодателей идти на более высокие показатели мотивации в оплате труда. И ФРС пытается повышением процентных ставок несколько охладить экономику, в том числе и охладить рынок труда. Потому что банальный пример, самый простой пример. Если больше денег уходит на исполнение долговых обязательств, разумеется, долговые обязательства растут параллельно с ростом ключевой процентной ставки, значит меньше средств остается на какие-то прочие потребительские товары и услуги. И это в конечном счете, если рассуждать, дальше может охладить индекс потребительских оцен. Поэтому, друзья, высокие процентные ставки это основная идея, с которой мы продолжаем работать. И я очень рассчитываю и визуализирую сегодня, что отсчет поможет индексу доллара прорваться выше 110 пунктов и к концу недели мы сможем потенциально оказаться на новых локальных максимумах. Золото 1710 долларов за тройскую унцию. Те из вас, друзья, кто не закрывал длинные позиции, я знаю, что многие продолжают удержать, в том числе с акцентом на индекс треничных настроений, который указывает на то, что толпа по-прежнему шарит золото и рынок идет против толпы. Я рекомендую вам забросить уровень стоп-лосса где-то в район 1690, но на всякий случай, если сегодня будут прям совсем какие-то скачки серьезной волатильности, чтобы не попасть в просаг и держать уже золото с расчетом на то, что долгосрочный этот актив сможет прорваться в районе 1740-1750 долларов за тройскую унцию. Но я, честно говоря, пока что работаю с другими инструментами. Ранее уже мы сделали нашу цель и я принял решение оставить в покое рынок драгоценных металлов. Нефть 92,67. Опасения за перспективу мирового экономического роста, которые сейчас основаны на ухудшении эпидемиологического фона в Китае, дают о себе знать, конечно же, накануне. А в Китае было выявлено чуть ли не рекордное количество случаев заболевания коронавирусом за последние 6 месяцев. И темпы, конечно же, угнетающие. С праведливости ради стоит отметить, что 6 месяцев назад, ну даже чуть больше, когда в Китае фиксировалось такое количество новых случаев за день, власти приняли решение ввести новые ограничения и локдауны, которые оказались довольно продолжительными. Сейчас мы пока что не слышали еще о том, что в каких-то значимых промышленных центрах были введены эти локдауны. Но здесь тоже есть риск, который заключается в том, что количество заболевших очень активно сейчас растет в провинциях Гуанчжоу. Это очень важный промышленный регион, который напрямую влияет на показатели ВВП Китая. Наверняка вы сталкиваетесь с новостью в каком-то формате, например, в пабликах, о том, что ожидается резкое сокращение поставок айфонов. Это обусловлено тем, что как раз ряд сборочных цехов находится в этом регионе. Я по-прежнему считаю, что стакан наполовину полон, нежели чем пуст. И остаюсь оптимистом, считаю, что новых ограничений не будет. И работаю с идеей того, что под конец этого года дефицит предложения станет более острым на рынке углеводородов. И, соответственно, нефть смогут вытащить снова в район 100 долларов за баррель, как нефть может быстро расти. Мы убедились, опять же, на прошлой неделе, когда этот актив фактически за 5 дней прибавил почти 10%. И до тех пор, пока стоит уровень 90 долларов за баррель, я, в принципе, даже не переживаю за то, что мы находимся в верном направлении рынка. Доллар-иена 146.08, цель 145 по-прежнему остается на той же. Биткоин продолжает снижаться 16700. Сейчас крах, скажем так, биржи FTX уже из заморозка выводов с вчерашнего вечера. Это крайне негативный фон, который будет отопить крипту еще какое-то время. Цели по биткоину прежние 15000. Евро против доллара 1.0033. Сейчас котировки. Ждем, соответственно, выхода данных по инфляции, рассчитываем на поддержку для доллара и, соответственно, снижение позиций европейской валюты. Я думаю, что существенно выше максимумов, которые были зафиксированы несколько недель назад, это 1.01, мы не уйдем. И, в принципе, на долгосрок, откуда бы не была возможность продать евро, если этот актив торгуется выше полицета, это будет крайне привлекательная и перспективная сделка. По фунту также ждем снижения к отметке 1.12 и 1.10. Здесь тоже без изменений. На этом, собственно, все, друзья. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!